Сегодня мы с вами поговорим о старте бизнеса, о том, как от идеи, от рождения идеи прийти к созданию компании, привлечь хорошие деньги на продвайнинговых платформах. Сегодня у нас спикер Олег Маленьков и Бан Тесленко, основатель проекта Алиэзера и создаватель компании Receptor, и Олег Маленьков создаватель компании Receptor и создаватель компании Receptor. Спасибо. В общем, всем привет! Очень приятно, что такой дождливый день. Говорят, это самый дождливый день в городу вообще в Украине. Смотрите, многие собраться еще и заплатились в телевизор, чтобы нас послушать. В общем, постараемся отдать ваше желание, надежды, инвестиции и постараемся дать максимально полезную информацию. Поэтому будем говорить максимально по делу. Мы уже за Кикстатом говорили, многие писали за Кикстатом. Будем говорить в этих важных вещах, о которых, в принципе, мы не говорили, не писали за рекомендуемый сайт. Я расскажу за формирование идей, за дорого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого-трого. И, в общем, чем это все закончилось, и на ком, наверное, и сейчас, и какие наши дальнейшие работы. В общем, начнем я в этом, наверное, и чуть позже, как подключится. Вкратце, формирование идей. Я не знаю, если вы совсем понимаете, на каком этапе, на каком этапе, на каком этапе находиться, хотите ли вы создать, либо у вас уже есть таковая концепция, двигаясь уже владельцем каких-то сервисных бизнесов. В этом я вкратце объясню все этапы. Формирование идей. Для начала, будем рассказывать о собственном опыте. Я был студентом последнего курса, начинал на курсе, когда учился, в последний курс учился в рекомендации, получал в армиистратуре. И стоял в округе, да, тридцать четверть в области, это очень забавно. Когда вот, когда я закончил учиться, и у тебя такие были надежды, что вот ты должен стать же с кем-то, и, собственно, ты должен, бачишь, что ты определенный один. Я явно хотел заниматься стартапами и чем-то инновационным, новым, какими-то новыми продуктами, созданием каких-то новых идей продуктов. Начал очень много читать литературы, посвященные стартапам, посвященным приложениям, как выйти в web-on-store, как сделать свое приложение, как сделать свой продукт. И, собственно, каждый день, это, по сути, вошло в традицию, и сей день я так и делаю. Каждый день начинается с того, что я открываю список СМИ, в эти СМИ входят TechCrunch, C.NET, меншин-долтоповые технологии, посвященные стартапам, меншер-бит, посвященные инвестициям. И, по сути, начинаешь отвечать, вообще, как в целом в мире это все строится. Для того, чтобы сказать, что это инновационное новое, очень важно понимать, какие в мире тренды происходят. Что за какие тренды происходят, можно за ними следить. Соответственно, обязательно должен список новостей каждый день открывать и смотреть, что в мире происходит. Google вчера сделали эту новую операционную систему. Для этого я сделал у каждого, что, какие инновации. Apple представил, как скилл. Ага, если Apple это представил, значит, это тренд, значит, Apple увидит в этом перспективу, значит, нужно делать, что сразу остаться. На самом деле, это было еще 3 года назад, если Apple это подтвердил, значит, да. И нужно понимать, читать, опросить, начинаешь понимать, какие основные тренды в мире происходят, за что цепляются большие компании. Большие компании, правда, цепляются уже за какие-то вещи, которые стали трендами. После того, как они зацепятся, начинаются какие-то определенные тренд-посылки, да. Вот, допустим, hardware, это была тренд-посылка в тот момент, когда я как раз придумал эту идею i-blowsера. Кикстантер стал тем вот кикстантером, которые создают примерно в 2012 году уже большие проекты появились. Как раз тогда у меня появилась идея создать вот что-то железное, да, это вот это вот, я возьмусь, я просто увлекался фотографией, подарил знакомый маленький объективчик на iPhone, он тут объективчик прицепил, говорю, теперь еще не хватает вспышки, чтобы не стало закаливаться. Вот, появилась идея, начал ее смотреть, думать, что, как это все сделать, увидел, что не существует как такового канала, вот, есть какие-то фонарики, которые, в принципе, не делают эту вспышку умной, они не дают качества, потому что я купил, то есть, вот, конкуренты, которые есть на эту фонарику, и вот таким образом все пошло закаливаться. Чтобы начать реализовывать в другом году, можно обязательно сделать симпатичный график. Ты сейчас, в моменте идеи, и дейв, в аргумент, который сейчас не видишь, там, кто-то, выход на нафигстантер, либо запуск продукта уже влитый, возможно, заключить контракт с какой-то большой компанией на поставки этого продукта. И расписать. Вот я сейчас, в первом шестой лет, это, это, это. Встает вопрос, как бы, вот я сам, я придумал, да? Должны быть паркинеры, должна быть команда. Очень важно, когда вы обращаетесь к каким-то компаниям, к каким-то людям, к каким-то люди, которые увидят, как партнеры. У нас, как бы, сейчас, встатану второй проект, который тоже не делал много шума, проект «ноу кейс». И, как бы, пошла на вторая, в одна людей обращается, типа, вот, вклад хотели бы заниматься разработкой чего-либо, давайте делать это вместе. Вот, в тот момент, когда вы начинаете обращаться искать команду, искать варианты аксимераций, есть разные виды аксимераций. Кстати, у вас сейчас один из представителей, возможно, вы считали на имени других наших ресурсов, появился компейерный аксимеран «Адкэрот». Вот, Александр Мистеренко, вот, по нему, чтобы потом на народу хотелось бы обратиться. Да, сооснователь, основатель компании «Адкэрот», которые являются нашими партнерами по созданию «Железячих», они же открыли акселератор именно для «Железнодородка». Они помогают продукт, вот идея, привести до конструктора «Железнодородка» реального апплотативного запуска «Адкэрот». Мы там, я там, кстати, являюсь агентом «Адкэрот», «Адкэрот» с макетингом «Адкэрот» и «Манажем» и другие вопросы. Вот очень важно, когда вы обращаетесь либо к максимуму, либо, когда вы хотите идти в «Адкэрот», который должен идти в вашу команду, четко понимать, что вы хотите. Почему продукт должен решать именно конкретно вот эту проблему, и под эту проблему реально существует? А вы тут, в принципе, должны быть ответы на основном любого бизнеса, любого стандапа, любого какого. Нужно четко понимать какую-то графику, какие-то определенные цели, и что нужно сделать, чтобы добиться этого. Потому что когда вы начинаете обращаться к каким-то людям, это может быть программист, который будет делать сайт, софт для продукта, либо делать приложение, либо это будет какой-то маркетолог, который, если вы программисты, предложили, чтобы маркетолог помог вас, ваш помогут вывести там, куда-то дальше. Обязательно все четко понимать. Когда приходит сообщение, привет, я тут придумал другую штуку, давай работать вместе, что-то и сделал, ничего? Окей, что я аж. Ничего. Очень важно расписать. Максимальные усилия какие-то применения для того, чтобы то, что ты придумал, оно прирастет в что-то большее, чем просто именно. Именно это помогает двигаться дальше. Гранты в стартап-конкурсах. Мы участвовали и в грантовых программах, и в программах, и в стартап-конкурсах. Здесь очень важно, опять же, сделать максимально много, прежде чем продаваться в какие-то программы. Идея реквейсера возникла, когда был на IDC, это крупная выставка, а не выставка, а конференция, а IT-конференция, которая доводится в Украине. Я посетил ее, когда у меня была ID. У меня эту еду ни в костю случае не хотел никому рассказывать, потому что у меня, по сути, ничего не было. Читаю, расскажу. Ты думал, слышь, кому она нужна? Никому. Ну, а кто это такой? Я, там, маркетолог. Я продаж закончил, там, дважды были. Ничего нет. А в следующий раз, когда мы участвовали, мы уже выбрали определенный танк, какой-то план на кризис. Потому что уже была команда, и результаты тоже может быть. И люди рассказывают, мы сделали это, 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 это. Все послушали, он сделал. Ну, значит, надо им подарить награду. Тот, который ничего не сделал, ничего не получит. Поэтому, опять же, когда вы подаете награду, вы награду. В Украине есть программа GTF Fund, но, к сожалению, из-за тех кризисных моментов, они оттянули следующий тур на несколько месяцев. Они очень хотят его продолжить, они переносят сроки и реализации. В принципе, если у вас есть какой-то старт, то вы еще можете податься на МНТ. Но, в целом, опять же, выигрывать всегда лучше. То есть, нет такого, что парень не говорится с кем-то, он знает организатора, и он должен получать гранты. То есть, по факту, гранты получают те компании, которые еще раз добились. В нашем случае, мы допустили производство, у нас есть продажа, у нас все получается. В случае зоопроекта, который выиграл на том же самом этапе, парни участвовали в анселерации в TechStars, это большой импубатом американского. То есть, они не знают, что у них есть хороший продукт, можно дать им гранты. То есть, можно сказать, что это является шерстью. То есть, когда вы начинаете где-то пытаться засветиться до того момента, когда вы счет у вас получили. Потому что шансы, что вы выиграете, что у вас получили, он уменьшается. Такой вывод? Максимально будем работать, работать, обладать, работать, потом выяснится. Именно это. По крайней мере, это наша идея, только мы не верим. Краудфанд. Кто пришел сюда, потому что хочет послушать за гейкстартер? Отлично. Не так много, поэтому расскажу вкратце, потом если что, вопросы задавите. Мы запустили два проекта. Первый проект на Blaser. Много рассказывали, писали статьи, как это все было, как мы выходили в СМИ. Очень много сказано вообще в целом интернете. На Blaser мы нашли последний, как главный вопрос, который все задают. Как мы прошли ограничения не только американского. Мы нашли последний. Заплатили ему 1% компании, собрали 150 тысяч долларов, заплатили 1500. До этого мы дали ему 900 долларов в трудоплату. Таким образом, он дал нам зеленую карточку. Вы попали на кикстартер. В кикстартер нужно относиться серьезно. Готовиться нужно много. Нет такого, что вот. Подал и давай смотрим, ждем. Собрем, не соберем. Нужно собрать много материалов, снять хорошее видео. Действительно сделать готовый, работающий прототип. Потому что если вдруг получает успех, тем нужно его сделать. Чтобы его сделать, нужно пройти очень много этапов прототипирования. Потом можно посчитать производство. Сделать софт. Потому что рано или поздно с этим сталкиваемся. И лучше это сделать заранее. И так будет проще потом этим проектом. Заранее запровнять какие-то апдейты, какие-то стретч-голы и так далее. За кикстартер не так много я услышал. Поэтому, если вопросы будут, я обязательно отвечу после переступления. Запуск производства. Мы на кикстартере сказали, что вот. Мы собрали 3 сентября 156 789 долларов. И пообещали всем, что мы в декабре уже баню спрашиваем. Опыта никакого нет. Как, в принципе, в создании. Когда пришла идея создать ловите вспышку, и даже не знал, что такое светодиод и как будет светить. И, конечно, было много вопросов, проблем, сложностей. Но степ по степу эти сложности преодолевались. Потому что была определенная цель. То, что поставили, поставили цели сам в начале. И их достигали. После того, как закончился кикстартер, собрали в 4 раза больше, чем изначально хотели. У нас есть 156 000 долларов. Минус 8% Амазон плюс кикстартер. Минус 1% для последника. Имеют достаточно крупную сумму денег. И есть следующая цель, которым все заявили запустить производство в декабре. Запустить и отправить. Не имея опыта, сделать это сразу, хорошо и правильно очень сложно. Именно при этом мы здесь решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Найти людей, которые способны помочь нам. Опять же, еще раз говорю, Александр. КВП. Эти люди делают форумы. Сделали их много. Они делали форумы для промышленности. Какие-то банки для автомобилей. Ну, при встрече, если вам нужно, какие-то тонкости. Мы расскажем больше. В целом, у них был очень большой опыт производства. Они работали с Китаем. Они знают, куда идти, с кем общаться. И какие производства есть. Во время Дик Стартера, тебе начинают очень много людей обращаться с какими-то оформленными предложениями. Так же было много, типа, вот мы готовы сделать вспышку. У вас классный проект. У нас такая компания. Вот смотрите, мы делаем пенсифор, мы все вам поможем. Но опять же. Вот так вот просто, да, давайте делать. Неизвестно с кем, неизвестно как. Ну, как-то сомнительно, наверное, не совсем правильно. Как, в целом, все это вот выстроила цепочка. Так что у нас, в принципе, получилось делать все срок. Более 90% проектов на Кит Стартере стрелают сроки. И есть украинские проекты, у которых тоже не получалось это сделать. Поэтому, отнестись к этому можно очень серьезно и максимально правильно. Как только мы перешли границу 58 тысяч долларов, буквально в первую же неделю наших сборов именно и Blazer, мы можем ходить туда в производство, можно в любом случае сделать. Мы не можем отказаться от этого проекта и не изгибать его. Мы должны быть. С этого момента мы начали готовить свой производство. Еще во время активный кейкстартер-тронбайнер. Полетели наши партнеры в Китай выбирать производство. То есть, ты прилетаешь в Шэньчжэнь. Шэньчжэнь был выбран, потому что это, по сути, мекапроизводство электроники. Там находится главный офис Foxconn, который делает, по сути, Apple-технику. Там сконцентрировано, ну, очень много производства. Прям очень-очень много производства. Но нужно выбрать правильный, который сделает его быстро, сделает его качественно, сделает его, естественно, дешево. Потому что нужно еще куда-то на этом все заработать. А выбирается, делается определенные, выбираешь определенные параметры, которые тоже соответствуют вашу производитель. В нашем конкретном случае iblazer. Производитель должен делать продукты качественные. У каждого производителя есть такой шоу-рук, в котором есть разные продукты, которые они в целом делают. Мы должны увидеть, что есть потребительский продукт. В нашем конкретном случае ваши продукты могут быть какие-то другие. Есть потребительский продукт высокого качества, который ты крутишь и видишь, что если бы я такой продукт получил, я бы это качество успел. Конечно, хочется максимальной услугой держать марку на уровне токовых производителей и смартфонов. Потому что так старт для смартфонов. В нашем случае нужно было иметь идеальный опыт с аудиоиджеком. То есть есть массовые устройства, которые использовала бюджет. Он хрупенький, он одевается в устройство, и устройство их поможет снова. Опять же, нашли производителя, который и в этом методе. У нас также, помимо пластика, была алюминия универсия. Премиальный. Может, чтобы производитель знал, как образуется алюминия. Потому что это отдельная история. Пластик отливается, алюминий инфицируется, либо штампуется, либо подавливается, экструдируется. То есть разные способы производства. Соответственно, производитель должен это уменьшить. Потому что если он это раньше не делал, он придется с этим столкнуться в первый раз. И будет масса задержанных форм. Пресс-формы. Пресс-формы делаются в течении месяца. Там тоже, куда заливается пластик. Потом выдавливается. И получается правда. Но это не означает, что за месяц-два у вас уже все должно. Начинается, когда проблема. То есть объяснил все. Китайцы написал огромную книжку, что нужно сделать. Четко написал, какое качество продукта. Получается полная фигня. Получается это устройство какими-то роботами. С рапинами на всю пластику. Смет заказывает желтый. Получается, как будто ты с утра ускорил и... Не слил. Зеленый цвет у нас тоже по салату. Получился ближе к красному. Пошло по-другому. Проблем в маске. Можно в идеале и в идеале правильно приехать в Китай. И где-то все понятно. Когда мы запускали производство, в Китай проводил просто... С утра до вечера в 7 мы приезжали на производство. И там где-то в 3 часа ночи надо уезжать. То есть нужно было контролировать, смотреть. Постоянно. Китайцы постоянно пытаются сделать что-то, не знаю. Грубо говоря. Ты вот пишешь ТЗ, но как бы ты многое ни написал, все оно не будет все контролировать. Нужно контролировать лично. Смотреть за этим всем. Первое производство на самом деле. Вливается в нас еще багов, куча проблем. И ваша задача максимально меньше. Потому что чем больше врагов, тем больше врагов, тем больше денег на тебя эти последствия. А достав? Как бы суть этого всего. У нас каждый Олег. Он наш операционный директор. Он эти вопросы лично забывал. Когда нам пришло 2600 бекеров в первый раз. Сейчас уже 3000 с половиной. Уже занимается другой человек. Но по сути на опыте Олег. Вбивается огромная таблица. И потом начинается полный хаос. Кто-то заказал две вспышки. Кто-то заказал одну вспышку. Кто-то заказал... Указал какой-то город по-русски, кто-то по-японски. А можно все вывести в какую-то формулу. Олег просто на сердцами не еле занимался этим. Потом еще снимался. Да, это была моя самая любимая работа. У нас было 40 кейм вариаций различных заказов. И как Влад сказал, кто-то заказал одну вспышку, кто-то две разного цвета и так далее. Нам нужно было собрать все в кучу и отправить. У нас было очень мало времени на... Очень было... Граничные строки по отправке. Мы закончили производство в конце декабря. И у нас там было сразу прямое слое. Что мы сделали? Мы первоначально отбирали компании, и посмотрели цены на доставки. Естественно, есть компания гиганты, есть компания поменьше, все приставляют разных личных услуг и берут разные деньги за это. Абликации компании, которые представляют очень хорошую услугу, доставляют свой срок, все правильно, с такими номерами и так далее, брали, так скажем, 30 долларов за контракт, что нам, в принципе, вообще не было даже никого смысла отправлять. Мы нашли компанию китайскую, в которой было шесть складов по всему миру, и решили работать с ними. Было ряд проблем с знакомством, с языковым барьером, так как английский язык принимают все, но нам попался хороший менеджер, который смогли объяснить, что и как делать, куда какие-то лица отправлять, и чтобы все так получилось. Да, я потратил на это около месяца, чтобы всю эту базу подвести компании, и всю логистику, которая есть на данный момент, уже в ритейле, да, используем наш компетент, который у вас был. Дальше. Когда у вас уже есть готовое устройство, вы произвели, вы отравили своим бэкерам, естественно, цель компании, которая развивается, выйти на рынок. Что делает молодая компания, если есть ограниченный бюджет, и нет никаких возможностей о себе заявить, как на гекстрации. Да, мы получали ряд заявок в процессе компании, мы получали заявки от ряда ритейлеров крупных, но до момента отправки бэкеров мы ни одного контракта так и не подписали. Во-первых, не было опыта, во-вторых, все контракты, которые нам присылали, были ужасающими. То есть нам нужно было отправить товар бесплатно, подождать 3 месяца, пока он продастся, и выяснить его, если он не продастся, тот, кто покончил с собой. Великие деньги не получают. И было принято решение поехать на выставку, там познакомиться с такими-то компаниями крупными, и уже заключать договоры прямо там. Благо у нас был запас поспешком, мы продали больше, нам поделали денег сделать больше, и мы взяли часть на выставку. Мы выбрали ЦЭС, это крупнейшая выставка в мире по административной гранатике, проходим в Новосибирске ежегодно. Туда не так сложно пасть, в принципе, стоит дополнить одну заявку, заплатить деньги, небольшие деньги, там около 50 долларов все это вышло, и да, мы на выставке. Опять же, нет никакого опыта, мы быстро подготовили все материалы, при этом вот люди приехали на выставку, встали и начали результатовать себя. Очень большой, очень большой трафик, встретили очень много прямо несложенных клиентов, тех людей, которые приготовили прямо сейчас, стали знакомиться, стали собирать первые контакты, и с этими контактами мы работаем по себе. Мы нашли там порядка пяти крупных диссилюторов, США, Франс, и азиатские страны. Сейчас мы успешно работаем. Да, вот это бюлитарил. Собственно, после высадки прошло пять месяцев, пока мы все эти контакты перевели в какие-то деньги, так скажем еще. это очень долгий процесс, процесс переговоров, процесс составления договоров, каких-то отношений и так далее. Мы сейчас находимся на контамент, когда мы только только вышли на рынок, и у нас уже есть ряд крупных заказчиков, которые мы поставляем по своему сервису. Что бы сказать? Для молодой компании быть в retail очень сложно, только потому, что нет свободных денег, чтобы сделать больше устройств и отсылать контейнер только при выплате. А мировой retail работает в основном только на реализацию. И деньги они высылают только тогда, когда они это устройство производят. Но нам удалось некоторые компании найти общий язык и получить деньги вперед на половину переплаты и так далее. Самым важным шагом, наверное, для нашей электропании было знакомство с Apple. Вообще по идее большего счета есть всего два способа выйти на Apple. Первый вариант это как подрубиться через 500 партнеров. Не знаю, как бегать перед это все и так, что они сами у тебя как раз получилась вторая схема. То есть мы сделали хороший продукт, ознакомились с хорошими партнерами в США и они уже нашу идею продвигали дальше. По своим контактам, по своим интернетчным схемам. И в итоге на данный момент мы получили подтверждение Apple что не продаваться онлайн. Начало продукта это сайт Apple.com Не удалекайся пока. Но если не будет, они ответят за базар. на днях должно быть это инсайт срочно дел 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 точка ком да? Apple просто пишет личное сообщение за ростом не приходит. Да, мы общались, провели конференцию и надеемся будем работать дальше. Очень важный этап в любой компании это какие-то проблемные устройства которые были сделаны с браком поддержка тех клиентов которым уже этот товар был отправлен и так далее. В нашем случае даже если учесть что производство мы запускали в первый раз брака не так уж и много. Больше всего мы потеряли устройство на доставке. Как это было? Мы отправили человека в автоказ он его не забрал 3 месяца доходил и взял его с почты оно уехало обратно. А потом человек бы опомнился и сказал что вот я не успел давайте мне еще раз тройство бесплатно в таких условиях дабы поддержать какой-то позитивный баланс и сделать так чтобы бэкеров тех, кто купил наши устройства и кстати им было хорошее отношение к нам мы шли не то, чтобы потратить наши устройства бесплатно но опять же это возможно только тогда когда устройство недорогое у нас в таком сегменте в виде слоя и мы могли не себе позволить это трое они еще раз в виде слоя да это был самый 4% тех, которые просто забыли я думаю что еще есть те люди которые до сих пор не помнят что они купили у нас устройство и просто забыли за те деньги и за то, что устройство подлежало в том месте что касается брака естественно любой проект он есть здесь у нас тоже были проблемы в нашем устройстве но это меньше процента 0% дракованных устройств мы что мы делаем мы присылаем возврат мы предоставляем на радио 1 год для мирового рынка и для Европы потому что там такие правила потому что меньше нельзя а потому что меньше нельзя меньше 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 и меньше на самом деле да собственно дальше о наших планах и текущих целях и задачах Влад так должен спасай я еще немножко запомнил на счет крупных компаний ну в частности да вы вращаетесь к какому-то важному стратегическому партнеру в нашем случае это может быть Google Apple производителей смартфона обязательно нужно понимать какие-то точки соприкосновения то есть опять же возвращаясь с самого начала какая-то определенная проблема смартфонография сенсоры камер сейчас недостаточно хороши вечером снимают плохо и какой-то софт делает очень что-то интересное вечером при помощи камеры необычные вещи 3D наполненная реальность масса невозможных и невозможных это делать есть проблема есть решение Windows Windows фон целый подаваемый телефон Nokia не имеет 520 не имеет скрышки обращаемся Windows пишем у вас нет скрышки у вас нет скрышки у вас нет скрышки у вас нет скрышки у вас сенсоры хороши но это лучше давайте подаваться как бы можно найти свои точки соприкосновения потому что если их нет то конечно будете сейчас в двери у вас ну вкратце за партнерством главное то еще мы запустили онкейс это продукт который потребляет электромонентное значение конкретно именно поэтому нам напрямую потому что вы по сути разряжаете батарей вы компания именно только себе мы думаем что вы такие хорошие вот вы концепты вы принесите кризисно и вы стараетесь и поэтому мы хотим с вами дружить нифига мы рекламируем их айфоны потому что я рекомендую конкретно с айфоном работает наш чехол отлично это вам случится потому что мы делаем какие-то функционалы которые будут возможны только с айфтерами потому что на андроиде не существует кейса и не будет существовать пока мы не решим это сделать поэтому Apple выходит у нас потому что им интересно продвигать это дальше и возможно даже они захотят что мы не делали но так вполне так есть еще и другие интересные вещи круто когда если какой-то новый тренд может вы слышим если Apple представил новый патент чехла для iPad который выдает все начали писать ааа вывод Apple делает то же самое что и они видели что мы сделали для iPhone ну а они сделали похожий патент но предупрение каких-то других способов скорее всего после этого другие компании начали еще больше интересно проигрывать именно Apple скажем потому что ага ребята сделали круто прикольно и интересно давайте на ней посмотрим Apple сделал патент значит за это большая перспектива большая перспектива начинает и нас дальше это потому что нужно читать новости следить за трендами потому что нужно обязательно быть в какой-то конкретном рынке и быть в развивающемся рынок зеркальных камер к сожалению угасает рынок смартфонов как бы это не нравилось по словам растет это нужно понимать и это вот один из стран это план на будущее новые продукты апгрейды и разорвать всех на фиксартер еще просто да то есть потомких стартер закроется есть такое понятие как жизненный цикл продукта это тоже очень важно понимать одна из самых главных проблем стартапера то что не летают в облаках мы самому лучше мы самые крутые и потом это подъем это можно понимать в нашем продукте мы сейчас находимся только на материи мы сейчас находим новых ритейлеров новых партнеров и наше устройство заказов производства все больше и больше на данный момент у нас уже 15 тысяч устройств производит и мы только начнем уходить в новое вот реально очень хочется выйти на цифру 100 тысяч мы будем стараться максимум это по iblazer именно iblazer первая версия но нужно понимать что в какой-то момент кто-то это увидит скопирует сделает лучше на в 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 Ну вот здесь будет масса фич, которые еще показывают секреты, разработки, но... Сколько светодиодов? Что-что? Сколько светодиодов? Да, не могу сказать, но я не знаю, на самом деле. Есть новые диоды, мы с ними играемся, но суть не в диодах. Суть в беспроводной синхронизации, к которой еще никто не додумывался, наверное, думал, если мы это сделаем. Скоро неизвестно когда, потому что еще у нас идет рост. То есть, как только этот рост достигнет пика, вероятнее все он приставил на АЦС-2015, на следующей выставке в январе, и я думаю, вы поставили сделать, чтобы все было удобно. Вот. Другие продукты в активной затумке, разработке, какие-то новые концепции появляются. Обязательно нужно следить за рынком, двигаться. Самое сложное это начать, когда ты уже начинаешь, ты уже понимаешь какие-то определенные вещи, делаешь какие-то ряд ошибок. Новые продукты ты уже делаешь, избегают ошибок. И уже чем дальше, тем по сути проще, если работаешь на результат, а не на пират, а еще какие-то другие вещи. Вот. Вот вкратце наша история, как мы это делаем, как мы это будем делать. Я буду рад, если будут какие-то интересные, правильные вопросы, будем взаимодействовать. Ура! Ура!